Привет, друзья! На канале Рецепт и Гостях у Вани. Рад, что вы сегодня у меня в гостях, а я очень хочу поделиться с вами потрясающе вкусным рецептом из тыквы. Приготовим сегодня потрясающе вкусный, ароматный, быстрый, простой суп. Он очень сытный, насыщенный по вкусу. А к нему я еще приготовлю горячие бутерброды, которые только дополнят это прекрасное блюдо. Для рецепта рекомендую взять мускатную тыкву, потому что она яркая на вкус, насыщенная и сладкая. Рецепт из тыквы с расчета на 800 граммов. Также овощи чисткой, либо можно сделать с помощью ножа, как удобнее. С нарезками я сильно не буду тянуть, но хочу показать важные моменты, чтобы было вам удобно готовить. Смотрите, тыкву разрезаем примерно вот здесь, где она начинает увеличиваться. Она плотная здесь, а вот здесь семена, которые необходимо убрать с помощью ложки. А нарезка тыквы самая простая, не крупными кусками, так, чтобы быстрее тыква приготовилась. Есть несколько вариантов приготовления этого супа, делюсь самым вкусным. Еще понадобятся моркови примерно 3 штуки, по весу 250 граммов. Мельчить особо не нужно. Примерно одинакового размера с тыквой, чтобы все готовилось одинаково. К тыкве немного подсолнечного масла, примерно 2 столовые ложки. Удобнее делать в большой посудине, чтобы легко перемешать. И сейчас покажу потрясающие специи к супу. Обязательно соль по вкусу. Чайную ложку сушеного тимьяна с горкой. Тимьян раскроется и даст потрясающий аромат. И столько же сушеного чеснока. Не рекомендую брать свежий, чтобы он не подгорел. На этом этапе приготовления. Потому что тыкву и морковь я запекаю в духовке. По возможности рекомендую взять противень побольше, чтобы все овощи лежали одним слоем. В духовке стоит температура 220 градусов Цельсия. Либо 425 фаренгейт. На средний уровень накрывать ничем не нужно. А в это время, пока овощи в духовке, нарезаю одну крупную луковицу весом 300 граммов. Если не крупные, возьмите несколько штук. Как вы видите, все нарезки простые и быстрые. Очень хороший вариант на ужин, чтобы накормить всю семью. Овощи в духовке и сразу же можно начинать обжаривать лук. Я беру большую кастрюлю с толстым дном. Она у меня будет и как сковорода. Немного подсолнечного масла, либо то масло, которое вы хотите использовать. И сразу же можно отправлять лук. Ждать нагрева не нужно. Температура у меня на плите стоит пятерка из десяти. Должна быть умеренно средняя. А в это время можно нарезать чесночка. Я возьму побольше, 5 зубчиков. Сушеный чеснок хорошо запекать, а свежий чеснок хорошо добавить именно к обжарке лука. Получается невероятно классное сочетание. Запеченные овощи в духовке дают концентрированный, насыщенный вкус супу. Ну, конечно же, друзья, если вы хотите, и в духовку можно и вовсе не заводить, и обжарить тыкву с морковью вместе с луком. Запекаю я тыкву в духовке примерно минут 15-20. Конечно, все зависит от духовки. Режим вверх-низ. Тыква должна быть уже с морковью мягенькая. Давайте я вам покажу. Которую смело можно отправлять к луку. Вот до такого состояния я его обжаривал. Температуру уже можно уменьшить на минимум, чтобы ничего не подгорало. И ароматная тыква идет в кастрюлю. Как вариант, друзья, можно приготовить этот суп и просто на воде. Тоже будет вкусно. Но я сегодня взял куриный бульон, потому что у меня уже имелся насыщенный, яркий по вкусу и цвету. Посмотрите, какое классное сочетание тыквы с луком. И отправляется горячий, насыщенный бульон. Если будете использовать жидкость, возьмите обязательно горячую, не холодную, чтобы не останавливать процесс приготовления. Ну и, конечно же, ароматный чеснок. Сейчас на этом этапе приготовления я добавил полтора литра жидкости. У меня куриный бульон. Потом можно все будет скорректировать. Изюминка приготовления этого супа не только приготовления тыквы, а также специи. Пол чайной ложки приправы карри. Эта приправа бывает разная по вкусу. Если она сильно острая, вы можете немного проверить. Добавьте четверть чайной ложки. Несмотря на то, что морковь даст свет, но не будет настолько яркий, если не добавить куркумы. Одна четвертая чайной ложки. Используют только желтые специи. Еще рекомендую добавить немного паприки. Она классно будет сочетаться. Пол чайной ложки с коркой. Небольшая щепотка мускатного ореха для пикантности. Все удивятся, какой же классный рецепт из тыквы. Очень вкусно. Тыква хорошо сочетается с небольшим количеством яблочного уксуса. Одной столовой ложки будет достаточно. Пятипроцентный. Опять же, повторюсь, ничего страшного, если нет куриного бульона. Этот суп прекрасно можно приготовить и на воде. Так как соль я уже на тыкву добавлял, я потом проверю на соль. А вот добавить одну столовую ложку соевого соуса обязательно для усиления вкуса. Перемешиваем, доводим до кипения. И варим до момента, чтобы тыква с морковью стали абсолютно мягкими. Но это не занимает много времени. Максимум минут 10. Традиционно суп из тыквы подают как суп-пюре. Овощи должны быть очень нежными. Я измельчаю суп сразу же в кастрюле с помощью погружного блендера. Друзья, обратите внимание, у меня металлическая насадка. Если бы была пластиковая, я бы подождал, чтобы суп немного остыл. То же самое будет, если используете не погружной блендер, а обычный. Обратите внимание, какая там чаша. Стеклянная либо пластиковая. Я считаю, что измельчение погружным блендером очень безопасно. Если будете использовать обычную чашу, ни в коем случае ее полностью не заполняйте горячим супом. Потому что он сильно будет расширяться. И после того, как я измельчил суп, он по консистенции получается вот такой. Конечно, густоват. Можно добавить еще либо воды, либо куриного бульона, либо немного сливок. Я сегодня выбираю сливки. Жирность 33%, полстакана. Чаще всего суп из тыквы, чем дольше он стоит, тем становится он гуще. И перед подачей просто нужно добавить немного жидкости. А уже после того, как добавлю сливки, можно проверить и на вкус. Потому что консистенции я уже доволен, хочу показать еще несколько специй, которые я использую к этому супу. Несколько капель соуса табаско, либо любого острого соуса. Для пикантности намного добавлять не нужно. Уже в самом конце я добавляю свежемолотый черный перец. Для аромата. И можно проверять на вкус. Я уже такой довольный результатом. Обязательно нужно проверить на вкус. Потому что еще хочу после супа показать вам рецепт горячего бутерброда. Монте-Кристо. Вау, классно. Еще небольшая щепотка соли. Выключаю нагрев, отставляю в сторону, до их супу настояться. Три куска хлеба смазываю сливочным маслом. И переворачиваю. Один кусок смазываю сливочным маслом. Второй неострой дижонской горчицей. А третий вареньем из черной смородины. Конечно, можно экспериментировать и взять варенье то, что у вас есть. Но со смородиной получается невероятно классное сочетание. Кусок сыра по вашему выбору, конечно, подойдет хорошо швейцарский. Дальше идет мясо. У меня индейка. Средний кусок с маслом. Конечно же, кроме индейки можно использовать и ветчину, и ту колбасу, которая вам нравится. Следующим слоем идет ветчина и сыр. Суть такова, чтобы сыр оставался с внешней стороны, чтобы он красиво расплавился. С обеих сторон накрываю пищевой пленкой и плотно придавливаю. Подойдет хорошо сковорода. Не стесняйтесь хорошенько передавить и оставить на минут 10. Пускай постоят. Бутерброды под прессом. Время не теряем. Берем 2 яйца. 1 столовую ложку сливок, либо можно взять молоко. 1 щепотка мускатного ореха. Соль еще больше придавлю по вкусу и хорошенько перемешать. Для этого бутерброда лучше всего брать мягкий, нежный хлеб. Отправляю в яичную смесь и обжарю на смеси растительного и подсолнечного масла на не сильно высокой температуре. Горячим бутербродом нужно дать подрумяниться. Я обжарю примерно по 3 минутки с каждой стороны до красивого и румяного аппетитного цвета. Нужно подождать, чтобы сыр расплавился. Чтобы этот процесс лучше проходил, рекомендую накройте крышкой. И давайте посмотрим, какая уже красота и вкуснота получается. Ах, подрумянились. Я перекладываю на бумажную салфетку, чтобы впиталось лишнее масло. Посмотрите, так аппетитно выглядит. И теперь, конечно же, основное блюдо сегодняшнего рецепта – это тыквенный суп. Давайте сейчас покажу. Вау, как же аппетитно выглядит. Горяченько. Я очень довольный результатом. Друзья, если суп станет немного густоват, ничего страшного. Добавьте чуть жидкости и сконцентрируйте внимание на вкусе. В первую очередь, дегустация вместе с бутербродом горячим. Посмотрите, великолепно же, согласитесь. И, конечно же, суп. Проверяем вначале бутерброд. Сто процентов одобряем и рекомендуем. Солгоститесь, суп получается яркий на цвет, ароматный. Вы узнаете, приготовьте по этому рецепту. Но с бутербродом получается еще сытнее. Великолепный осенний рецепт, теплый. Классная такая консистенция. То, что нужно. Суп из тыквы. Ну, конечно же, бутерброд. Никто не устоит. Сложно останется от такой дегустации. У нас сегодня это на ужин для семьи. Так что не буду сильно затягивать. Друзья, подписывайтесь на канал Рецепты Гостях Вани. Пишите побольше комментариев. Я все с удовольствием читаю. Если еще не подписались на канал Рецепты Гостях Вани, подпишитесь. Вам будет не сложно, а мне очень приятно. Оставайтесь со мной. До скорых встреч, друзья. Пока.